Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро. Бонжур, хеллоу, здравствуйте, шалом. И мы продолжаем изучать Тору. Вот мне многие спрашивают, я в Типе, я всегда в Типе, просто когда я вот так ровно сижу, ее не всегда видно, а так она всегда на голове, вот так я сделаю, ее будет видно. Хорошо, дорогие друзья, все, мы, значит, продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. И мы находимся в шестой главе, в шестой главе, которая нам очень много, царь Соломона нам говорит про женщин. Про женщин и про то, как надо быть с ними осторожным, и что женщины бывают, к сожалению, разные. И если мы даже посмотрим на историю, да, как Бог создал первую женщину, Адам Решону, он создал ему помощника против него, и как с тех пор, вот оно так и продолжается все, да, то есть она с одной стороны помощник, то есть без женщин жить нельзя на свете, нет, как пел герой какого-то фильма, но она помощник в принципе, но очень часто она против него. Прямо в Торе об этом написано очень красиво и четко. Вот Яков Шатадин знает, что женщина, жена, она бывает, иногда кажется, что она против него, а по факту она всегда за него. Потому что даже если человеку в жизни создаются какие-то сложности, то эти сложности создаёт же не жена, а сам Бог создаёт, как Бог дал женщину мужу, так же Бог ему даёт и сложности. А как он ему даёт сложности, или через женщину, или через другие какие-то варианты, это уже как бы особо не важно. Но почему через жену, как бы проще получать эти сложности, потому что она всё-таки ещё и помощник. То есть ты как бы всё равно в плюсе. Как есть известная история, как была у одного из мудрецов эпохи Талмуда, была очень ужасная, вредная жена. Она ему прямо, ну например, вот он просил, говорит, дай мне кашу. Она ему даёт пюре. Он говорит, дай мне пюре, а она ему кашу. И сын ему как-то говорит, папа говорит, давай ты, когда будешь хотеть пюре, так ты говори кашу, она будет давать кашу. Он говорит, нет, это вот пусть будет как будет, это Бог мне значит даёт такие страдания. Ну то есть там, я не помню, разные виды пищи были, не пюре, а каша, что-то другое. Но в чём как бы идея, я в этой идее убеждаюсь вот прямо неоднократно в своей жизни, что каждому человеку положено определённое количество в жизни страданий и удовольствия. Это примерно всё уравновешено. То есть оно должно быть уравновешено и как бы, ну вот, всё оно примерно подходит, плюс-минус. Теперь если человек, если человек, он хочет избегать страданий, он их всё равно не избежит. Всё равно они его догонят, только они его догоняют с разных сторон. То есть тот, кто стремится к удовольствиям, к кайфу, к отдыху, к расслаблению, чтобы было легко, и просто они потом за это платят. То есть потом они за это платят. То есть ты как бы выгребаешь себе ещё больше удовольствия, ещё отдохнуть. Вот простой пример возьмём, да? Человек сидит, с женой не хочет жить, у него сложности с женой какие-нибудь, ну там это она ему мозги пилит, иди работай, там убери нас, типа сложи, там, ну в общем, что-то жены разные, пилят они на разные стороны, и он надумает, да не, нафиг мне это всё надо, я ухожу. И развёлся он с женой, да, развёлся он с женой, и дальше что? Он же всё равно начинает за тем-то бегать, потом ему та же вторая начинает мозги пилить точно так же, потом он, ну и так далее. То есть у человека всё равно будет какой-то другой головняк, а так лучше уже послушать положенности на место, а лучше положить их вообще, да, то есть именно на опережение идти, как бы всё убрать, всё подготовить, и значит, всё убрать и всё подготовить. Хорошо, двигаемся дальше, двигаемся дальше, значит, всё, мы уже все собрались, мы находимся, шестая глава притчи, в 26-й был отрывок, что из-за женщины блудной нечают до буханки хлеба, а замужняя жена на душу охотится, то есть, когда человек, он занимается, ну как бы, отношениями с незамужними женщинами, да, то, то значит, что, то он просто беднеет, он теряет время, у него там, ну, то есть он рассеивает себя, если он вдруг начинает, влюбляется там в замужнюю жену, женщину, или там начинать с ней отношения, то это, это запрещено Торой, то это он прямо делает, себе страшный вред своей душе, страшный вред своей душе, теперь дальше, теперь, может быть, кто-то в этом сомневается, так, в 27-м отрывке, царь Соломон говорит, что если кто-то в этом сомневается, он приводит такую красивую метафору, звучит так, айахте иш-эш-бэхэйко, а вот положит человек огонь себе за пазуху, и одежда не сгорит, то есть ты надеешься, что ты там будешь вступать в какие-то отношения, и тебе вреда не будет, он говорит, это так же глупо на это надеяться, как положить огонь за пазуху, и что ты не сгоришь, теперь, это мы уже на том прошли, а 28-м отрывок, и он приводит в следующую метафору, им и аллех иш-аль-агихалим вырогла в лотика вейна, он говорит, и что будет ходить человек по углям, и ноги его не обожгутся, он говорит, ну то есть вдумайся, смотрите, здесь он дает как бы стадию поменьше, ноги думают, а я не буду никаких отношений, я просто с ней поболтаю, в кино схожу, в ресторан там с какой-нибудь, ну по работе сотрудница, например, какая-нибудь замужем она, а кто-то думает, а я с ней поуслёжу страшного, если я с ней кофе-капа пью, это как бы стадия поменьше, то есть есть огонь за пазухой, это обжигает, а дальше есть стадия поменьше, когда не огонь, а угли, и человек по ним ходит, причем я вам так скажу, что ходит, я же 10 лет водил людей по углям босиком, и люди проходят по углям босиком, и не обжигаются, но как они проходят, они пробегают, то есть если ты пробегаешь, и многие люди думают, а я так проскочу мимо тихонечко, и как бы ничего страшного не будет, но если кто-то на углях останавливается, хоть на секунду, он обжигается, то есть пробежать можно, а вот уже пройти, уже есть опасность, а если остановиться, опасность сразу, теперь и дальше, царь Соломон, он нам эту идею развивает, развивает идею насчет того, что, значит, насколько опасно вступать хоть в какие-то взаимоотношения с женщиной, которая замужем, да, он говорит, тот, кто с ней вступает в отношения, не очистится каждый, кто даже прикоснется к ней, он не останется без наказания, что значит не останется без наказания, значит, он не останется без наказания, это, то есть человек думает, вот я нарушаю какую-то там заповедь Торы, да, то есть Бог сказал, нельзя делать, там шаббат надо соблюдать, например, да, вот евреи должны соблюдать шаббат, человек думает, какая Богу разница, есть шаббат, нет шаббат, где граница, ну зашло солнце в пятницу, и кого это интересует, чем отличается пятница, от четверга, если она разведена, она свободная, то есть если женщина разведенная, то она свободная опять женщина, но если она еврейка, то она должна быть разведена по специальному, если были женаты евреи и еврейка, они были женаты, то у них должен быть дед, есть специальная формула, разводное письмо, то есть муж должен написать, или он поручит, должен раввину написать специальное письмо разводное, и тогда они разведенные, понятно, Если же это просто был государственный брак, достаточно, чтобы они просто, ну, если это просто какая-то, да, то достаточно простого развода, формула развода. У евреев есть развода, у евреев формула развода по Торе это гет, разводное письмо. Значит, еще раз, объясняет Сарь Соломонам следующую вещь. Первая, замужняя, опять речь идет, смотрите, речь идет о законах Торы. По законам Торы, если муж и жена поженились, если муж и жена поженились, то они стали как одной семьей. Теперь тут есть нюанс такой. Евреи, это живут по законам Торы, весь мир живет по законам тоже Бога, который он сообщил Ноху. Есть семь заповедей для народов мира. И если женитьба происходит между евреями и евреями, или евреи, не евреи, не евреи, это женитьба, то есть они стали одним целым. Если Бог сказал евреям, чтобы жениться только на евреях, если евреи женятся с неевремя, то это не как бы неразрешенный брак. Это так как бы, ну так так создано, так работает эта штука. Поэтому если произошел, что такое замужний там, ну брак, это когда он произошел по разрешенным обрядам. То есть поженились, вот например, любой не еврей, не еврей поженились, еврей, еврей поженились, еврей, не еврей поженились, или мужчина и мужчина поженились, это не поженились. Это не называется поженились. То есть они могут хоть сколько угодно кольцами обмениваться, там не евреи, ну это мужчина с мужчиной, я приведу пример, когда делают свадьбу или женщина с женщиной. Это не называется брак. Они могут хоть в 25 юрисдикциях ставить себе печати, они не поженились. То есть, они свободны для отношений, полностью свободны для отношений, ну, в перекрестных. Теперь смотрите, речь идет о братье разрешенном. Теперь говорит в 29-м отрывке царь Соломонам, говорит следующую вещь. Каждый, кто вступает в отношения с женой ближнего своего, лоя на кэ, он не очистится, и даже, коль оно гаяба, даже тот, кто до нее дотронется, даже тот, кто на нее дотронется. Вот Сидизмунд, он интересуется, запрет на многоженство уже закончился, он не закончил, он не закончился. Сейчас не принято жениться на многих женщинах, но в принципе для мужчины, если он женится со многими свободными женщинами, это не запрещено по Торе. То есть, мужчина, один мужчина, может жениться на многих женщинах, но женщина, она может выйти замуж только за одного мужчину, и если она замужем, она называется замужняя женщина, все, она замужем. То есть, она если официально вступила в брак с мужчиной, все, бах, они одно целое, замужем. Теперь, если они разошлись, она свободная, он свободный. Если мужчина женат на одной женщине официальным браком, и он в отношениях с другой женщиной, со свободной, то это плохо, это проблемка, но это не такая проблема, как, потому что мужчине можно жениться на многих женщинах. Ну, как бы, так мир создан, так задумано. То есть, вы посмотрите, если мы посмотрим просто на мир, да, мир животных, например, да, есть один самец такой серьезный, альфа-самец, у него может быть много для размножения, да, жен, ну, назовем это так. Почему? Потому что раз он такой ответственный, значит, он как бы размножается, почему нет? Сидизмунд отличается, в смысле, отличается от радости, или от чего ты отличаешься? Хорошо, давайте все, изучаем спокойно. 29-й отрывок. Каждый, кто с замужней женщиной вступает в отношения или до нее натрадивается, не останется без наказания. Дальше 30-й отрывок звучит так. Он говорит, не презирают вора, который ворует, украдет для того, чтобы наполнить душу свою. Он голоден, ему нечего кушать. И он ворует из-за того, что ему нечего кушать. Он говорит, это понятно, не может человек удержаться. Он нам здесь дает вот такую вот, как бы, как сказать, он для сравнения, царь Соломон, нам дает ситуацию, когда человек ворует, ворует, потому что ему нечего кушать. Он говорит, тут, ну, невозможно человека осуждать. То есть, тут украдет 99% людей в состоянии голода, когда ему нечего кушать, украдут. Ну, там, я не знаю, 90-95. Не будет человек умирать от голода и не возьмет чужую еду. Возьмет, украдет и все. Он об этом говорит. Его за это нельзя презирать. Голод сильнее, чем вот эти вот тормозящие моральные принципы. Теперь он говорит, но, говорит, как дальше идет. 31 отрывок. Вы немца и шалем шиватаем, эт коль он бы то и тет. Он говорит, все мера за меру. Если его поймают вора, то он заплатит в 7 раз, все имущество его дома он отдаст. То есть, идет имущество за имущество. Имущество за имущество. Ты украл у человека еду или овцу или быка, то ты отдашь ему овцу, быка или имущество. То есть, здесь все всем понятно. Теперь, но тот, кто вступает в отношения с чужой женой, он может остановиться. Он не имеет права это делать. Потому что это не такой, прямо, голод, который ты не можешь удалить, утолить. И ты прямо не можешь, ну вот, как бы, тебе прям обязательно нужна вот эта женщина, жена там чужого мужчины. То есть, он говорит, тот, кто вступает в отношения, и он пишет красиво, тот лишен ума. Хасер Лев. То есть, у него, он не управляет своими вожделениями. Он должен управлять вожделениями. То есть, он может ими управлять. Но из-за того, что он ими не управляет, он как будто бы лишен ума. И что дальше? Машхит навшо у ясена. Он губит душу свою. То есть, он в этот момент, с него нельзя взять имуществом. Он губит душу свою. Значит, Нега векалон имца векарпато ло тимхе. Написано, что побои и позор он найдет, и позор его ло тимхе не изгладится. Я подумал, думаю, а как вот действительно, царь Соломон жил 3000 лет назад. И, а как это, как сейчас это все работает? Я набрал в гугле, можете как раз набрать в гугле, набрал я преступление на почве ревности. Запрос. Оказалось, что 20% убийств происходит из ревности. 20% каждое пятое убийство происходит из-за ревности. То есть, ревность, она... А, это вот 3-4 отрывок. Давайте еще прочтем, чтобы было понятно. Значит, я когда прочитал этот отрывок, 3-4, я в гугл залез, прям набрал. Преступление на почве ревности. И оказалось, каждое 20% убийств происходит на почве ревности. И просто открылась мне там статья, посмотрел одну статью, как это происходит. Одна статья. Муж видит жена его, выходит из бара. Вот насчет дотронется, не дотронется. Выходит из бара, а рядом с ней мужик какой-то. Это просто за последние 2 дня то, что в Киеве произошло. Последние 2 дня, я вот прям приложу этот скриншот вот этого вот новостей. Значит, первое убийство. Муж, значит, 30-летний. Увидел, жена выходит из бара с каким-то мужиком. Он подбежал, начал этого мужика бить и убил его. Забил его до смерти. Теперь получается, мы же не знаем, этот мужик дотронулся до нее, или он с ней был в отношениях, или что. Но просто, что такое вот царь Соломон, насколько Тора дает точные механизмы, как оно в человеке работает. Царь Соломон описывает, вот этот 34-й отрывок 6-й главы, что ревность это ярость мужа, не пощадить день мщения, насмерть его забил за то, что он рядом с его женой выходил из бара. Будьте осторожны. Вторая, и сразу написано, а вчера написано, там какой-то заподозрил жену тоже в измене. Он нашел вот этого мужика, с которым ее заподозрил, с друзьями вывез его в лес, три дня пытал, значит, и через три дня, через три дня, значит, его отпустил, не убил, ну, представьте, три дня его пытали, а этого посадили, и друзей его посадили, мужа. То есть, в итоге, вся эта история, она, естественно, опасная, поэтому царь Соломон нас предупредил, с замужними женщинами лучше не трогать. Я всегда на тренингах, прямо я объявляю, людям я об этом говорю, говорю, я женщин не трогаю вообще, ни за руку, ни во время фотографирования обняться, ни трогать, нельзя меня трогать. Я даже вот сказал сейчас, чтобы, когда меня приглашают в какие-то компании преподавать, чтобы это внесли в правило, в правило, ну вот, райдер, да, мой, потому что там на фотографии, где-то сфотографируешься, муж его посмотрит, и что потом, зачем мне это надо? Все, я вот так всегда стою на фотографиях, потому что когда-то учил эту главу Мишли, лучше не дотрадиваться вообще. Представляете? Ужас, ужас. Теперь дальше. 35-й отрывок. Ло-иса-пны-коль-ко-фэр в ло-я-ве-ки-тор-бэ-шохат. Значит, не будет он считаться ни с каким выкупом. В ло-я-ве-ки-тор-бэ-шохат. И он как бы не склонится, даже если будешь умножать взятки. Вот тут интересная вещь. По Торе, если замужняя женщина, она вступает в отношения с другим мужчиной, и от этого рожается в браке, рождается ребенок, этот ребенок Мамзер. Это называется Мамзер. Он незаконно рожденный, и он не может потом жениться на законно рожденных детях по Торе. То есть он не может соединиться с семьей, войти в нормальные семьи. Потому что его мама замужем изменила мужу, и теперь этот ребенок незаконно рожденный. Представляете? Это страшное пятно прям на всю семью. Теперь об этом как раз был 35-й отрывок, что этот вопрос нельзя решить. То есть если потом это случается, то даже если муж потом хочет с ней жить, и муж говорит, а я ее прощаю, я прощаю, ну с тем не бывает. А суд ему говорит, нет, ты не можешь ее простить. То есть это конкретное преступление, по Торе запрещено, значит ты не можешь с ней жить. А ребенок незаконно рожденный, если родился в браке от другого мужчины. Представляете? То есть это очень страшная такая история. Почему настолько это выделено в отдельный такой вот, как бы в отдельную комбинацию, мне непонятно. Ну лично мне непонятно. То есть я не Бог, то есть мне непонятно, почему там нельзя дотрадиваться. Но Бог так сделал. Он так сделал, значит мы изучаем, читаем и понимаем, что лучше создать семью. И в этой семье, семья это как тренинг, ежедневный тренинг. Сейчас я возвращаюсь к вопросу, почему женщина называется в Торе Эзер Кенегдо, помощник против него. Потому что жизнь человека, это рост и это развитие. И все, что в жизни происходит, все сложности, все какие-то неприятности и так далее, это все инструменты для того, чтобы алмаз души, грубо говоря, сделать бриллиантом, духовным бриллиантом. То есть человек, проходя через жизненный путь, он обтачивает себя и значит, и становится, если ему повезло, бриллиантом. Так женщина, она была помощник против него, она как шлифовальный камень, она его пилит. Не зря говорят, что типа жена мужа пилит. Теперь она его пилит, как раз подпиливает с тех сторон, где ему надо расти. То есть жизнь в семье, это постоянный такой тренинг, где ты вынужден просто убирать свое эго, где ты вынужден просто считаться с другим человеком, где ты вынужден просто свои интересы подчинять или соединять с интересами ближнего. И это самый, можно сказать, настоящий такой тренинг личностного роста, который продолжается у женатого человека или замужней женщины всю жизнь. То есть ты живешь уже не для себя, ты не эгоист, ты живешь для другого человека, для своих детей. И этим ты вырабатываешь лучшие качества своей души, доброта, воздаяние добром, такая лазерная обработка, смирение и так далее. И выгребаешь свою долю неприятностей, потому что женщины, они такие, да, нас предупредили, что женщины, они мужчину пилят конкретно даже лучше из них. Все, это прямо с самого начала в Торе так написано. Понятно, да? Поэтому я всем советую, советую конкретно соединиться со второй половиной, да? Это непросто, но если два человека хотят развиваться в духовном плане и они готовы живут по одной системе, поэтому очень, ну, как бы в религиозной концепции мира все понятно. Вот есть все, как бы все понятно. Вот есть тело, вот душа, вот разум. Значит, вот есть система, как компьютерная игра, система правил. Ты идешь по этой системе, синхронизируя все с божественной волей. Синхронизировал все с божественной волей и пошел дальше на следующий уровень, когда умер, попадаешь на следующий уровень счастливой жизни. Если ты эту систему не принимаешь, то ты тогда что? Ты тогда играешь все время в мини-игры. Цель достигнул, молодец, не достигнул, не молодец, там, ну и так далее. То есть ты все время играешь в какие-то игры, которые для тебя придумали другие люди. Тебе кажется, что ты на какой-то момент освободился, типа, я не женат или не замужем, я свободен, все. А потом ты сидишь и думаешь, и на хера мне эта свобода, если мне не с кем поговорить. И ты ищешь кого-то, какую-то себе замену семейной жизни, ты себе подбираешь какие-то там кусочки, шаблоны, а в итоге все равно все рассыпается. А если кто-то еще хочет идти против Торы и пробует заменить себе семейную жизнь, жизнью семейной женщиной, замужней, то тогда на царь Соломон предупредил, 20% убийств происходят из ревности. И поэтому или вы верите Торе, или верите статистике. С такими шансами, я думаю, ни один человек воды не попьет, если стоит 5 стаканов и у него есть шансы там 20%, что он умрет, то, конечно, пить никто не будет. Поэтому я не советую вступать в отношения мужчинам с замужними женщинами. Ну и, естественно, замужним женщинам тоже, потому что это плохо закончится. Все, удачи, успехов всем, хорошего дня, сделайте свои личные выводы и все, продолжаем учить Тору. Всем до завтра, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok